Эту технологию в Национальном музее ковра применяют уже более года. Благодаря специальной технике посетители с нарушениями зрения могут прикоснуться к искусству и ощутить особенности узора. Технология привлекла внимание специалистов в Санкт-Петербурге. В итоге Азербайджанский национальный музей ковра и Российский государственный эрмитаж подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь, благодаря опыту Азербайджанского музея ковра, посетители эрмитажа с нарушениями зрения смогут открыть для себя древнейший в мире пазырыкский ковер. Это древнейший ковер, которому 2500 лет. Он был обнаружен на Алтае, на Алтае в Кургане пазырыкском. И было такое предложение, чтобы мы сделали фрагменты этого ковра в нашей специальной технологии для незрячих, чтобы они тоже смогли приобщиться к этой древнейшей истории, к этой культуре ковроткачества. И таким образом директор музея, директор эрмитажа Михаил Борисович Петровский горячо поддержал эту идею. И мы вели несколько месяцев переговор о том, в каком направлении будем работать именно в области инклюзии. Таким образом музеи пришли к соглашению об обмене опытом. Кроме того, в планах двух музеев организовать совместную выставку. Экспозиция представит азербайджанское искусство ковроткачества участникам 9-го международного культурного форума, который пройдет в Санкт-Петербурге в ноябре. Дело в том, что в эрмитаже хранится ковер уникальный шерванский начала 17 века. Мы его более позднюю версию приобрели для музея на аукционном доме в Астрии. Этот ковер у нас в постоянной экспозиции. Это конец 17 века. Показать эти ковры вместе – это прекрасная возможность и для научно-исследовательской деятельности, для того, чтобы увидеть развитие, эволюцию композиции именно этого ковра. Национальный музей ковра активно сотрудничает и с коллегами в Турции. Так, в Музее исламского и турецкого искусства в Стамбуле 13 марта пройдет выставка азербайджанских ковров 17-18 веков, которые долгие годы хранились в запасниках. Должна сказать, что уникальные ковры, очень редкие, и они многие годы были в запасниках. Очень важно, что мы подняли этот вопрос. Во-первых, все это было отсмотрено, нашими специалистами была проведена научная атрибуция, технический анализ этих ковров, художественный анализ, издан альбом, в котором нашли отражение, самые ценные экспонаты из этой коллекции. И более того, мы стимулировали наших турецких коллег эти ковры изъять из фондов, подготовить к экспозиции. То есть какая-то часть этих ковров прошла этапы консервации, что тоже важно для сохранения будущим поколением. Кроме того, начиная с этого года, Национальный музей ковра активно взаимодействует с Музейным фондом Марокко. В соответствии с подписанным соглашением разработана программа сотрудничества на несколько лет вперёд. Это и совместные выставки, и мастер-классы, и обмен опытом между специалистами музеев Азербайджана и Марокко. Лила Курбанова, Илькин Мехтиев, Галиб Багиров, CBC.